Здравствуйте! Как обычно, в это время вы смотрите старты и финиши, передачу о спорте, обо всем, что с ним связано. И вот, что мы предлагаем вашему вниманию в сегодняшнем выпуске. Готовимся к предстоящей Олимпиаде. Гомельчанка Ольга Панарина на чемпионате Европы по велоспорту на треке, положила первые очки в основу олимпийской лицензии. Жлобинский металлург стартовал на европейской волейбольной арене. В субботу столевары сражались с норвежским Ньюборгом. Губернатор Гомельской области Владимир Дворник посетил одну из спортивных школ города, где подробно познакомился с работой учреждения. Новости игровых видов спорта в дайджесте событий, международный турнир самбистов в Новой Гути. Все это в сегодняшнем выпуске. 276 дней остается до старта Олимпийских игр в Лондоне и мы продолжаем знакомить вас с событиями, так или иначе, связанными с предстоящей Олимпиадой. В сегодняшнем еженедельнике речь пойдет о гомельчанке Ольге Понариной. На прошедшем чемпионате мира в Голландии наша спортсменка положила первые очки в основу будущей олимпийской лицензии. Борьба на треке в Апелдорни должна была быть достаточно жесткой, поскольку из набранных на данном чемпионате рейтинговых очков и будет складываться олимпийская лицензия. Кроме того, поскольку в Лондоне от страны в каждой дисциплине сможет выступать лишь один спортсмен, то совершенно очевидно, что за желанную путевку развернулась борьба не только внешняя международная, но и внутреннее сражение. Белорусская гонщица Ольга Понарина завоевала серебро в индивидуальном спринте на 200 метров. В финале соперницы гомельчанки была украинская спортсменка Любовь Шулика, которая оказалась быстрее в каждом из двух решающих заездов. Бронзу завоевала россиянка Виктория Баранова. Она обыграла испанку Клару Санчес. Еще одна белорусская участница Алена Делько заняла в спринте 22 место среди 23 участниц. Ранее на нынешнем чемпионате Европы по велотреку сборная Беларуси завоевала бронзу в командном преследовании. Напомним, что в марте нынешнего года в Голландии прошел чемпионат мира по велоспорту на треке, где белорусские гонщицы завоевали три медали. Ольга Понарина выиграла золото в Гите на 500 метров и стала серебряным призером в Кейрине. Вторую золотую медаль принесла стране Татьяна Шаракова в гонке по очкам на 25 километров. Не секрет, что Понарина сегодня является одной из сильнейших велогонщиц на треке в мире. Олимпийская лицензия – лишь дело времени. Тем более первые очки в основу пропуска в Лондон уже положены. Белорусские клубы в минувшую субботу взяли старт в волейбольном Кубке Вызова. А в Гродненский коммунальник в родных стенах оказался сильнее румынского Клужа. 3-0 Ажлобинский Металлург в это же время в Гомеле принимал норвежский Ньюборг. Напомним, что прошлый еврокубковый сезон для Металлурга сложился более чем удачно. Столивары добрались до 1-8 финала, где были остановлены представителем российской суперлиги «Газпром-югрой». В первом раунде Кубка Вызова сезона 2011-2012 в дружине Игоря Загорцева противостоял соперник куда менее рейтинговый. В составе клуба из норвежского Бергена нет звездных фамилий. Более того, средний возраст игроков Ньюборга не превышает 21 года. Так что Металлург смело можно было возводить в ранг фаворита. В первой партии хозяева этот статус подтвердили. Поведя в счете 21-13, Металлурги оборот избавили. Чем тут же воспользовались норвежцы. Подопечный Ивара Беккина отрыв сократили, но спасти сет не сумели. 25-20. Они первую партию просто отстояли, а вторую решили поиграть. Мы немножко успокоились, тем более. Сашу пришлось посадить, потому что совсем плохо, скажем так, с позвоночником у человека. Это, наверное, сыграло такую роль, что они ушли в отрыв. Во втором сете травма капитана Столиваров Александра Елистратова поставил нашу дружину в затруднительное положение. Гости у селеми диагонального кари Хелвиг Моркина и доигровщика Андреса Таквама обеспечили себе комфортное преимущество в середине партии. А на ее финише слово взял блокирующий Хордвик. В итоге сет за викингами 20-25. Третья партия в матче оказалась переломной. Заменивший Елистратова Энджаме, похоже, начал нащупывать свою игру. Здорово смотрелся Евгений Русак. Но обязанности лидера на себя взял другой игрок. 19-летний доигровщик Металурга Вячеслав Черепович парил по площадке, а в конце партии у него пошла еще и подача. Трибуны взорвались, когда норвежцы сдали третий сет 25-19. Это командная игра. Это азарт. Это кураж. Ну, просто шло. Четвертая партия стала последней в поединке. И скандинавская команда после ряда атак Череповича окончательно опустила руки. Даже тройной блок норвежцев был не в состоянии сдержать лидера Металурга. Символично, что именно Вячеслав Черепович установил окончательный счет сета 25-14 и оформил первую Еврокубковую победу Металурга в сезоне 3-1. Просто с этой командой играли впервую, ну, слепую. То есть мы не знали их игры. Сейчас мы знаем игру и приедем туда совершенно готовыми. Так что я, ну, ожидаю самого лучшего, наверное, там от игры. Будет борьба, жесткая борьба. И победить сильнейший. Скорее всего, надеемся сыграть дома лучше. Поэтому, как бы, видно, что они сильно упирались. Я видел, как они дома играют в прошлом году. Там, во-первых, очень приличное судейство. У нас еще более-менее, как бы, скажем так, люди показывают то, что видят. Там полметра ваут в поле, все в их сторону. Там швейцарцы, когда я видел игру, что в швейцарии они играли, там чуть не дрались, понимаете, нет, за эти все мячения. Ответный поединок клубе «Жлобина» проведет в Бергене 29 октября. В случае выхода во второй раунд «Металлургу» придется встретиться с пятой командой Польши прошлого сезона «Политехника» из Варшавы. На минувшей неделе председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник посетил специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва номер 4. Губернатор подробно ознакомился с единственным в области учреждением, которое развивает сразу три олимпийских вида спорта. Только за 2009-2011 годы в школе подготовлено 25 мастеров спорта, завоевано 66 медалей на этапах Кубка мира и Европы, 652 награды на чемпионатах страны и молодежных первенствах в Беларуси. Неудивительно, что от желающих заниматься в школе отбоя нет. При плановой вместимости учреждения 580 человек, сегодня спортивную школу посещают около 800 спортсменов. По словам бронзовой призерки Олимпийских игр в Пекине, гимнастки Алиаси Бабушкиной, сейчас школа не имеет необходимых условий для надлежащего развития художественной гимнастики. Причем всего остального и тренерской базы и талантливых перспективных спортсменов у нас хватает. Для художественной гимнастики нет специальной площадки, достаточно высокого ковра, который бы хорошо мог позволить бросить предмет и отработать сложные элементы. Поэтому возможностей таких нет и хотелось бы, чтобы открыли или специализированный зал для художественной гимнастики, или с каким-то видом спорта, но чтобы позволял потолок и площадку можно было сделать подходящую. В свое время тоже, когда надо было ехать на соревнования и готовиться зимой, тренировались в перчатках. Очень холодно было, не хватало отопления, музыка тоже. Вот сейчас спасибо губернатору подарил музыкальный центр. Несмотря на профессионализм тренеров и высокие результаты, самые талантливые спортсмены, которые начали свой спортивный путь в Гомеле и здесь же добились первых значимых успехов, рано или поздно решают продолжить карьеру в Минске. Так называемая текучка кадров всегда была проблемой для гомельского спорта. Изменится ли эта ситуация в ближайшее время? Такого я давно не видел. Такой массовости, такой заинтересованности, такого желания творить у меня впервые. Поэтому я думаю, что постараемся сделать так, чтобы дети эти остались в Гомеле. Условия для строительства новых спортивных объектов сейчас не самые благоприятные. Однако, несмотря на это, власти пообещали сделать все возможное для поддержки талантливых гимнастов и акробатов. А сейчас переходим в экспресс-режим. Дайдже спортивных новостей вашему вниманию. Подвиг гомельчан в Гродно, двоевластия в чемпионате страны по хоккею. Об этом и многом другом говорим в нашем новостном блоке. В 29-м туре в чемпионате страны по футболу одной интригой стало меньше. Батте оформил очередное досрочное чемпионство, а вот борьба за остальные награды в самом разгаре. Гомель в воскресенье гостил в Гродно, где, уступая по ходу встречи 2-0, сумел отыграться. Результативные удары на счету Кузьминка и Лисового. Параллельно с этим поединком выясняли отношения прямые конкуренты гомельчан Динамо и Шахтер. Солигарчане пропустили первыми, затем вышли вперед 2-1. Но голым Бананго и француза Алерьяна Монторупа на 95-й минуте принесли динамовцам, как воздух, нужные 3 очка. Теперь у минчан их 46, у Гомеля 47, у Шахтера 48. В следующем туре в город над Сожем приедет абсолютный аутсайдер чемпионата Могилевский Днепр. Три тура чемпионата страны по хоккею включила в себя минувшая неделя, в течение которой в турнирной таблице трижды менялся лидер. Что касается наших клубов, Гомель в основное время одолел Химик 10-1, был сильнее Могилева 5-1 и накануне уступил Шахтеру 3-2. А вот Металлург, расправивший с Витебском 4-1, чуть было не проиграл с Олигорским Кротам. Влага в серии буллитов, удача была на стороне Столиваров 3-2. Накануне Стальные Волки полностью реабилитировались перед своими болельщиками, нанеся поражение Могилеву 4-0. Таким образом, дружина Спиридонова снова во главе турнирного пелитона. Гомель пока второй. Гонбалисты Гомеля одержали первую победу в чемпионате. На домашней площадке подопечные Сергея Цыганкова разгромили столичную Викторию-Регию. Как всегда, ярче остальных у гомельчан смотрелся Денис Волынцев. Во многом его индивидуальное мастерство и предопределило исход первой половины, а во второй хозяева площадки просто дожали Викторию 35-18. Напомним, что совсем скоро гомельчане возьмут старт в Еврокубках. В середине ноября в 1-16 финала Кубка Вызова команда из города над Сожем встретится с украинским портовиком. В седьмом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу клубы нашего региона сыграли более чем успешно. ЦКК в Светлогорске разошелся миром с Дорожником 2-2. ПТУ в родных стенах разгромил Барановичский Господар 8-3, а белорусская джигунка не позволила себе оступиться. В выездном поединке против столичного БГУ ФК 3-1. БЧ, набрав 16 очков, расположился на третьем месте в турнирной таблице. ПТУ идет следом за земляками. С 20 по 22 октября в Ветке прошел республиканский турнир по боксу. Здесь соревнования уже восьмые в своей истории. Гомельскую область представляли юные боксеры из Речицы, Гомеля и Ветки. Возраст участников на отчетном турнире не превышал 12 лет. На таких соревнованиях детский азарт берет верх над тренерскими установками и тактическими ходами, что только добавляет зрелищности. По итогам соревнований боксеры Гомельщины оказались на ведущих ролях. Международный юношеский турнир по самбо завершился в минувшее выходное в поселке Новая Гута. Это местечко на границе с Украиной по праву можно назвать центром самбо-эдюдо не только в Гомельской области, но и во всей стране. И нет сомнений в том, что оттуда в скором будущем вновь выйдут новые чемпионы мира и Европы. Ведь здесь такие традиции. Каждую осень в течение уже более 20 лет спортсмены из ближнего зарубежья съезжаются в Новую Гуту на турнир по самбо. Это соревнование не для проверенных бойцов, а скорее возможность для начинающих спортсменов проявить и зарекомендовать себя. Как это когда-то сделали сегодняшние лучшие самбисты Беларуси. Евгений Семочкин, призвер Кубка мира, чемпионата мира Европы, Седой Игорь, который сегодня находится в действующей спортсмене в национальной команде сборной. Это наши воспитанники и ставшие братья. Это же и Назаренко Игорь, и Сычев Сергей, которые... То есть целая плеяда наших воспитанников. Это тоже наш заслуженный мастер спорта Шунзиков Сергей. Это начало было дано большого пути с этого турнира. Более 150 юных спортсменов из Беларуси, России и Украины вышли на борцовские ковры в субботу и воскресенье. Лидерство начинающие самбисты оспаривали в 10 весовых категориях. Для многих подобное соревнование первое в жизни и далеко не всегда. Россияне, которые являются законодателями мод в самбо, находятся на лидирующих позициях. Ни в коем мере не сочетово не сбрасываем наши воспитанники у нашей школы и команд Беларуси, которые приезжают. То есть здесь распределяется, явно так фаворитов не прослеживается. То есть всем достаточно, во всех весовых категориях присутствуют спортсмены, победители, призеры разных городов и стран. Действительно, белорусы в Новой Гуте неожиданно для многих выстрелили. Местные воспитанники дважды поднимались на высшую ступень пьедестала. Еще шесть наград высшей пробы в общекомандную копилку сборной Беларуси положили представители Минска, Орши, Гродно и Гомеля. На сегодня о спорте все. Вы смотрели старты и финиши. Следующий выпуск программы, как обычно, ровно через неделю. Я с вами прощаюсь. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин